КОНЕЦ Дедушка был немногословен. Он не любил говорить о войне. Однажды прадедушка рассказал моему дедушке историю о том, как его и его товарищей били на расстрел. И в живых остался только мой прадедушка. Все житие у Лазимира Катовича было связано с родным ему Брестом. Он тут народился, тут был у подпольщиках, тут женился, тут же его и не стало. В 1978 году. Пахаваны на Трышинских могилках. В память от прадеда застались ордены и медали у Тымлику за адвагу. И перемога, якая отгукается и радостью, и болем распоколения. Впервые о жизни своего прадеда я узнала из рассказов своего дедушки. Я тогда была еще совсем маленькая. Помню только то, как дедушка плакал во время своего рассказа. Я никогда не видела, когда мой дедушка плачет. И этот момент меня очень тронул. С часов перемоги минуло 75 год. Сегодня Вольга проставница уже третьего поколения Катовича, у которой бачить Брест мирным, без оккупации. Что год у дельничая у акции «Беларусь памятная» каже, что ведать треба не только про урочистость перемоги, а и про цану, которой она досталась. Вероника Яковец, Александр Севицкий, телерадио «Компания Брест».